Более подробно о новостях из жизни малого и среднего предпринимательства и формах государственной поддержки вы узнаете из нового совместного проекта Минэкономразвития и Национального телевидения Чувашии. Смотрите программу «Бизнес-среда» завтра, 27 февраля в 20.00 на нашем канале. Будущие чувакцерские первоклассники встали в очередь за знаниями. До сентября еще полгода, а свободных мест в некоторых школах столицы уже нет. В отдельный класс родители негласно выстроились в очередь, ежедневно отмечаются и прибегают к всевозможным ухищрениям. Причина ажиотажа – новый порядок зачисления первоклассников. В гимназиях и лицеях отменили набор в первые классы, а общеобразовательные учебные заведения принимают бывших дошколят только по прописке. Прием ведется в заявительном порядке. Подробности в следующем репортаже. Теоретически любой ребенок может попасть в любую школу. Мест в общеобразовательных учреждениях города больше, чем будущих первоклассников. 5100 против 4983. Другой вопрос, что большинство родителей не хотят отдавать ребенка в школу в своем микрорайоне, пытаясь устроить его в престижную начальную школу и прописывая ребенка там, где заветное учебное заведение ближе. В Чубаксарах одну из таких родители считают начальную общеобразовательную школу номер один. Первоначально планировалось, что по прописке в эту школу придут 55 детей. Но с января этого года в микрорайоне появилось еще столько же. К сожалению, мы все понимаем, что есть временные прописки и на сегодняшний день их более 100. Есть образовательное учреждение, которое может принять такое количество в соответствии с формативами. Есть у нас санпиновские требования, есть у нас требования пожарных служб. 2 марта в начальной школе номер один ожидают наплыв родителей с заявлениями. В связи с этим даже отменили подготовительные занятия. Набор будет идти в соответствии с порядком о приеме в первый класс, соответственно, по живой очереди. Мы набираем всех, кто подает документы, а затем уже решаем вопрос о том, кто будет зачислен. По этому же документу, я говорю о порядке приема в первый класс, в течение 7 дней после 2 марта мы должны издать приказ о зачислении детей в первый класс с 1 сентября 2013-2014 года. В прошлом году нас спасло то, что лицеи и гимназии набирали первые классы. И поэтому это разрядило обстановку в городе. Вы понимаете, когда родители имеют выбор, они, естественно, распределяются по всему городу. А когда этого выбора нет и осталось 2-3 школы, то, естественно, конечно, ажиотаж возник большой. И эту нагрузку приходится нам выдерживать. Не поместившимся по прописке в начальной общеобразовательной школе номер один будут предложены места в 6-й и 11-й школах. Единственная столичная гимназия, в которой в этом году будут набирать 3 первых класса по 26 человек, это вторая. Здесь до 31 июля ждут будущих первоклассников только по прописке. Затем с 1 августа, если останутся места, возьмут деток из других районов. Получается, что в одной школе количество заявлений в несколько раз больше свободных мест, а в другой классы могут оказаться полупустыми. Но в управлении образование успокаивают. Все чебоксарские первоклассники будут устроены. В Чебоксарах все территории закреплены за конкретными школами. В этом году в шести из них объявили дополнительный набор в первые классы. К примеру, в 54-й школе дополнительно откроют два первых класса. Для северо-западного района это, несомненно, большой плюс. У нас в последние годы реально по микрорайону 2,5-3 класса. И поскольку для проектной мощности нашей школы количество довольно небольшое, у нас есть возможность начальные классы, первые классы набирать в количестве 5. Школу пользуются спросом. И родители всего зеверо-западного района с большим удовольствием приносят к нам заявления. Далеко просто мы не всегда, не все заявления можем принять. Но в основном мы в последние годы практически всех желающих к нам брали. Педагоги начального звена из гимназии и лицеев перейдут в общеобразовательные школы. Специалисты управления образования заверяют, без работы ни один педагог не останется. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.